Всем привет! В этом видео я покажу, как написать текст вокруг объекта, или же как заставить текст обтекать объект в программе Photoshop. Итак, давайте перейдем в Photoshop. У меня здесь открыт пустой файл, в котором мы сейчас выясним, как же написать текст вокруг объекта. Вполне возможно, что при работе с любым инструментом из группы фигуры, вы замечали, что если мы создадим форму, закроем эту панель и выставим прозрачную заливку, возьмем инструмент текст, и когда наводим инструмент текст внутрь фигуры, у нас курсор инструмента меняется. Если снаружи у курсора прямоугольная рамка, то внутри круглая рамка, а значит что-то должно произойти. Давайте нажмем левой кнопкой мыши и видим, что мы можем печатать внутри этой фигуры. У меня уже скопирован какой-то текст, давайте его вставлю в сочетании клавиш Ctrl-V, и видим, что текст вставился в нашу фигуру. Нажмем сверху на галочку, чтобы применить изменения. Возьмем инструмент перемещения, чтобы спряталась рамка контура фигуры. Из чего мы можем сделать вывод, что мы можем писать текст внутри любой векторной фигуры. Векторные фигуры в фотошопе создаются с помощью группы вкладок фигуры и с помощью инструмента перо. Давайте удалим этот слой, удалим фигуру, напишем текст внутри какой-то другой фигуры, нажимаем правой кнопкой мыши по инструментам фигуры, внизу выбираем произвольная фигура, выберем какую-то фигуру из заготовленных фотошопом, допустим, сердечко. Делаем фигуру, выставляем заливку прозрачную, и инструментом текст пытаемся вставить текст внутрь фигуры. Нажимаем левой кнопкой мыши, с сочетанием клавиш Ctrl-V вставляем, нажимаем сверху на галочку. Возьмем инструмент перемещения, чтобы спрятать рамку контура фигуры, и видим, что успешно текст вставился внутрь фигуры. Но как быть, если нам нужно написать текст вокруг объекта? Давайте удалим оба слоя, откроем папку. У меня здесь есть картинка гитары, давайте перенесем ее в фотошоп. У меня фотошоп файлы переносит как смарт-объекты, поэтому им сразу доступно трансформирование. Отдалим, зажав клавишу Alt вращая колесико мыши. Увеличим, зажав клавишу Alt и Shift, чтобы трансформирование происходило относительно центра и сохраняя пропорции. Выставим гитару в левый край холста и нажмем сверху на галочку, чтобы переместить объект. Приблизим, зажав клавишу Alt вращая колесико мыши, и попробуем написать текст вокруг нашего объекта. Для этого возьмем инструмент перо. В левом верхнем углу меняем режим инструмента с контура на фигуры. Теперь мы будем создавать не контур, а фигуру. А внутри фигур мы можем писать текст. С небольшим отступом от верхнего края начинаем создавать фигуру. Ставим первую точку, вторую точку. Ставим следующую точку, зажав левую кнопку мыши и смещая ее в сторону, чтобы изогнуть кривую. Теперь я зажму клавишу Alt и нажму левой кнопкой мыши по опорной точке, чтобы скинуть информацию о предыдущем угле этой точки. Таким образом я могу спокойно ставить следующую точку, зажимая левую кнопку мыши и смещая. Отменяем. Ставим точку с отступом от края. Зажав клавишу Alt и скидываем информацию о предыдущем угле. Следующую точку мы поставим справа, сверху и замыкаем контур в начальной точке. У нас получилась фигура. Но я ее сделал конечно кривовато, давайте это дело исправим. Возьмем инструмент перо с плюсиком. Поставим какую-то точку на нашем контуре, чтобы мы могли изменять опорные точки. Нам нужно выровнять нижнюю прямую, выровнять здесь по вертикали, чтобы было ровно, и по горизонтали. Вроде как ровно. Отлично. Возьмем инструмент фигуры, чтобы выставить прозрачную заливку нашей фигуре. Отлично. Давайте вставим сюда текст. Возьмем инструмент текст. Нажимаем левой кнопкой мыши, вставляем с сочетанием клавиш Ctrl-V. Можно еще раз вставить. Нажимаем сверху на галочку, чтобы применить изменения. Мы можем взять инструмент перемещения и сместить наш текст вправо. Можно также чуть-чуть сместить наш объект. А можно было поступить по-другому. Сразу сместить нашу фигуру. То есть не смещать текст, а смещать фигуру. Давайте возьмем инструмент фигура, чтобы видеть нашу фигуру. Сочетанием клавиш Ctrl-T трансформируем ее и смещаем в сторону. Можно чуть-чуть сместить вверх. Нажимаем сверху на галочку. Инструментом текст вставляем, скопированный текст и нажимаем сверху на галочку. Это что касается, как написать текст вокруг объекта с помощью инструмента перо. А теперь мне хотелось бы показать вам, как делается эффект, когда, например, в развороте журнала, где текст на левой странице, на правой странице, а посередине какой-то объект. И текст на обоих страницах обтекает объект в центре. Удалим наш текст, удаляем фигуру, удаляем слой с гитарой. Возьмем инструмент прямоугольник. Представим, что у нас сейчас холст является разворотом. Мы делаем прямоугольную фигуру. Закроем панель со свойствами, она нам не нужна. И давайте поместим объект в центр. Открываем папку. Хватаем наш логотип фотошопа. Выставим его по центру. Нажимаем сверху на галочку. Из линейки вытащим направляющую и выставим по центру логотипа и, наверное, по центру нашей фигуры. Переключаемся обратно на фигуру на панели слоев. И те, кто работали в векторных редакторах, таких как CurlDraft, Illustrator, знают, что можно совмещать фигуры, так и вычитать из одной фигуры другую. И в фотошопе тоже есть такая функция. На верхней панели нажимаем на кнопку прямоугольника. У нас сейчас стоит режим создания новой фигуры. Ниже у нас есть объединить фигуры. А нас интересует третий режим. Это вычесть переднюю фигуру. Выбираем. Мы сейчас создадим фигуру, чтобы разделить черный прямоугольник на две страницы. То есть текст левой страницы и текст правой страницы. Закроем эту панель. И сейчас мы вычтем фигуру, которая заставит текст обтекать наш объект, расположенный в центре. Создали фигуру. Отлично. Делаем эту фигуру прозрачной. Выбираем заливку. Выставляем прозрачную заливку. Возьмем инструмент текст. И вставим наш текст. Сначала в одну страничку. На панели слои переключаемся обратно на фигуру. И вставляем текст во вторую страничку. Нажимаем на галочку сверху. Возьмем инструмент перемещения, чтобы скрыть контур. И выключим направляющие. Перейдем во вкладку просмотр. И выберем здесь вспомогательные элементы. Или же нажмем сочетание клавиш Ctrl-H. Итак. Как видите, нам удалось написать текст на одной странице и на второй странице. Расположить в центре объект. И заставить текст обтекать наш объект. Прикольно, не правда ли? На этом у меня в принципе все. Надеюсь, мне удалось объяснить вам, как написать текст вокруг объекта. И как заставить текст обтекать объект. В программе Photoshop. Надеюсь, видео было вам полезно. Увидимся в следующих роликах.